Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеет, и сегодня мы вспомним любимейшего, драгоценнейшего и святых отцов, святых отцов Русской Православной Церкви, святитель Игнатий Бринчанинов вместе с нами сегодня, мы его молитвенно вспоминаем, и почему он любимейший, драгоценнейший? А потому что он вот всей своей душой, всем своим сердцем как раз посвятил себя святоотеческой традиции, святым отцам, которые говорили о сокровенном внутреннем делании, о восхождении души человеческой к Богу, и вот святитель Игнатий, он всецело погрузился в сочинение святых отцов, в традицию предшествующую, и он смог выявить самое главное, и как драгоценный дар он преподносит христианам нынешнего времени, драгоценные сокровища из святоотеческих писаний древности. Он смог это вот обобщить, проанализировать, он смог ясным и глубоким в то же время языком раскрыть перед нами самое главное, самую суть святоотеческого учения. При этом, вот, братья и сестры, если мы посмотрим вообще вот на жизнь святителя Игнатия, то тут просто удивительно, на самом деле у него как бы две биографии, то есть вот одна биография – это чисто внешняя биография, потому что он из дворянской среды, да, то есть это определенные вот свои сословные правила, требования, и внутренняя его биография – это всецелые стремления ко Христу, ко Господу, и вот получается так, что у него внутренняя биография, она не всегда совпадала с внешней биографией, ему тяжело было пробиться к монашеству, и когда он приходит в монашество, то многие тоже его воспринимают как белую ворону, вот он из дворян вышел, значит, ему, или, может быть, он там ищет каких-то высоких статусов, а он всего этого как раз не искал, он желал всецело послужить Христу, и вот этот его жизненный путь – это постоянное внутреннее делание и преодоление постоянных препятствий, которые то вот сословная ограниченность, то там внешний вот этот аппарат ему чинил консисторский, сложившийся все на дальний период, то, значит, люди все время думали, ну, что-то свое надумывали греховному человеку, его свойственно все время что-то надумывать по мнительности, и вот он сквозь это шел к стерне, стерне, а шел к чему? Он шел не к чему, а к кому? Он шел ко Христу, и всецело себя Господу Иисусу Христу посвятил. Так вот, братья и сестры, святитель Игнатий Бринчанинов, он действительно из древнего дворянского рода. Род Бринчаниновых, у них даже хранилось такое предание, что он восходит к боярину Михаилу Бренко, или Бреннику, по-разному там произношение было. И вот этот Михаил Бренко, он был оруженосцем князя Дмитрия Донского. И вот когда на поле Куликовом князь Дмитрий, ведь князь Дмитрий действительно, он вместе со своими воинами вступил в сражение, и он переоделся в доспехи простого воина. Так вот, княжеские доспехи на себя принял как раз Михаил Бренко, оруженосец князя. И, соответственно, он принял на себя удар и погиб в этой кровавой сече, пожертвовав собой за святого благоверного князя Дмитрия. И впоследствии род Бринчаниновых верой и правдой служил своему отечеству. Если брать смутное время, когда многие боярские роды, они то туда, то сюда, там и полякам, и вроде бы царю, и нашим, и вашим, а вот нет, Бринчаниновы они строго служили московскому царю. Бринчаниновы и во время Отечественной войны 1812 года, ее тоже, кстати, называли одно время Великой войной Отечественной, они и тогда защищали родину, и впоследствии они все были, ну, отличал их патриотизм и верность русскому государю. А непосредственно отец святителя Игнатия Александр Семенович Бринчанинов. Он был паш времен Екатерины II и сына ее императора Павла I, а потом он переезжает в Вологду, и, конечно, нельзя сказать, чтобы отец вот, значит, Александр Семенович, что он был такой вот слишком богатый какой-то вот помещик, не очень богатый, но с определенным достатком. И он даже построил для крестьянских детей училище, представляете? То есть вот дворяне в то время, но это рубеж XVIII-XIX веков, они все-таки заботились, заботились о крестьянах, и он построил училище, в котором училось около 50 крестьянских детей. Два года шло обучение, и сам Александр Семенович, он, ну, по воспоминаниям современников, да и детей его, он отличался, конечно, благочестием, набожностью, вот как некоторые описывают, что он всю литургию стоял полностью, вот от начала и до конца. А после литургии, приняв в руки просфору, он нес домой, от церкви до дома, с непокрытой головой вот эту просфору благоговеяно, из храма в дом переносил, тоже как бы вот брал с собой частицу храма, и тем самым выражал свое вообще благоговение перед церковью и перед Господом Богом. А мама святителя Игнатия, Софья Афанасьевна, она тоже очень благочестивая женщина, ну, правда, отец, он был очень строг. Это вот мы еще упомянем чуть более подробнее. И вот они, значит, родители поженились, достаточно будучи молодыми, и проходит какое-то время, один ребенок рождается, умирает, потом второй ребенок рождается, умирает, после этого бесплодие. И, конечно, им было очень плохо от этого, тесно в душе, и они стали молиться Богу, родители. Они стали посещать монастыри, это вот Северная Фиваида, те вот обители, которые в северные края наши украшают духовно. Они молились и посещали Свято-Духовской, и Глушицкий, и Лопотов, и Прилудский монастыри, и просили, чтобы Господь склонился своим благоволением, даровал им чад, и действительно после этого у них рождается сын, которого назвали Дмитрием в честь преподобного Дмитрия Прилудского. Это и есть будущий святитель Игнатий Бринчанинов. В рождении он Дмитрий, он родился по юлианскому календарю 5 февраля 1807 года. Вообще жили они в своей усадьбе, в селе Покровское, Грязовецкий уезд, Вологодской губернии. И эти места сейчас, кстати, восстанавливаются, вот то место, где как раз первые свои годы провел святитель Игнатий Бринчанинов, и в семье этой выросло вообще 9 детей. Из них святитель Игнатий, он был старшим ребенком, и он, понимаете, вот с детства отличался таким серьезным характером, неразговорчивостью, такой тишиной, и действительно стремился больше к молитве. Ну вот так вот, такой был его склад, и такое его внутреннее самоопределение уже в первые годы жизни. Причем, как вспоминает его брат, родной брат Петр Александрович, который на протяжении жизни сопровождал тоже и духовно сопутствовал святителю Игнатию, он говорит, что, конечно же, они играли и в обычные детские игры, и там и бегали в запуски, и боролись. Но при этом, говорит, старший брат Дмитрий, будущий святитель Игнатий, он никогда не пользовался своим превосходством, но когда они боролись вдвоем, то он всегда убеждал, чтобы брат непременно сопротивлялся, показывал стойкость, и говорит, не сдавайся, защищайся. Учил такой вот стойкости, и вспоминает Петр Александрович, вот это впоследствии и в монашеском пути, в духовном руководстве святителя Игнатия тоже сказывалось, что он всегда учил проявлять стойкость и не сдаваться перед искушениями. Конечно, поскольку семья была дворянская, то образование было поставлено на самом высоком уровне, и из города специально приезжали профессора, учителя, которые давали самое лучшее образование. Ну, в частности, вот святитель Игнатий, он уже в детстве изучил древнегреческие и латинские языки. И, кстати, это впоследствии ему очень пригодилось. Когда он изучал святых отцов, он брал в руки подлинники. То есть, святые отцы, они писали же, ну, многие вот на древнегреческом языке, и он тогда непосредственно работал с подлинниками, переводил их сам, включал в свои сочинения цитаты из переведенных трудов святых отцов. То есть, знание древних языков, оно было направлено им тоже вот в духовное русло. Он изучал и музыку, и даже занимался игрой на скрипке, представляете? Ну, и, конечно, другое вот образование необычное, такое, которое необходимо было для представителей дворян, оно, конечно, преподавалось ему и его братьям, сестрам. Но все же, братья и сестры, не можем мы скрыть, что в семье царила определенная такая строгость, и вот святитель Игнатий, он испытывал определенную такую тоску. Почему? Потому что между родителями и детьми была вот, ну, некая дистанция такая выстроенная. И за поведением детей очень четко наблюдали, представленные там, ну, или дядька там, или вот няня, у ребят дядька там, дочками няня, и они должны были каждый день докладывать о всех провинностях, и наказания они были очень строгие. Вот как вспоминает племянница святителя Игнатия, Александра Куприянова, она про свою маму, Марию, вспоминает, что когда-то ее обвинили, но обвинили незаслуженно, и, значит, ее за это выпороли розгами. Она стала после этого оправдываться, говорить, что ведь ее же совершенно незаслуженно, невинно обвинили, то из-за того, что она оправдывалась, еще ее вторично высекли розгами, и на этот раз уже до обморока. То есть она просто отключилась, потеряла сознание, и считалось так, что вот если старшие сказали, значит, вот это должно быть исполнено. Если старшие назначили тебе наказание, ты должен беспрекословно повиноваться. И вот святитель Игнатий, он впоследствии тоже вспоминал, что будучи еще ребенком, как-то они вместе с отцом купались в реке, и маленький Дмитрий, Дмитрий Александрович, да, он промерз, вот просто настолько промерз, что стоял, дрожал, но не посмел выйти прежде отца, потому что это считалось вот некой дерзостью, и не посмел даже просить отца, потому что тоже, ну, настолько была субординация поставлена, что вот только когда отец скажет, вот тогда, значит, и выходим из реки. И из-за этого он сильно простудился, подорвал свое здоровье, а потом это впоследствии тоже другими обстоятельствами, здоровье его еще больше подорвалось. И к великому сожалению, вот между родителями и детьми, при том, что родители благочестивы, вот они в храм ходят, детей воспитывают правильно, но чрезмерная строгость и вот эта дистанция, она вылилась в то, что не всегда было взаимопонимание. Хотя отец впоследствии жаловался, вот Александр Семенович, он так говорил, что старших я воспитывал в строгости и проиграл, а младших баловал и ничего не выиграл. Но что он тут подразумевал, не совсем понятно, потому что на самом деле ко всем он, ну, может быть, к младшим чуть там менее строго, но доставалось на самом деле всем. И вот вспоминает брат святителя Игнатия, Петр Александрович, что когда, как-то приехала другая дворянская семья, и вот им угощение, и там как, что к чаю подали сухари, и для гостей вот на отдельной вазе положили такие особенно красивые белые сухарики, а для своих детей похуже сухарики. И говорит, что вот мы с Дмитрием, ну, то есть вот Петя и Дима, они просто вот, чтобы не показывать, что как бы они, ну, не вместе в компании, они чисто вот как, из солидарности что ли с гостями, они все-таки взяли тоже по этому белому сухарю, или там по два сухаря взяли, вкусили не потому, что хотели как бы вот именно насытиться этими сухарями, а просто хотели показать, что вот они как бы в единой компании, чтобы не выделяться. И за это последовало страшное наказание за тем, что отец поставил их обоих в отдельной комнате на колени на два часа, а в рот каждому из них вложили вот по этому сухарю, и так они должны были два часа стоять. И вспоминал Петр Александрович, что очень было тяжело вот перенести вот это наказание такое унизительное, да, но о Дмитрии он все это, конечно же, переносил, но при этом он старше был, да, и вот он пишет в своих сочинениях, что детство мое было преисполнено скорбей, я не имел перед кем излить своего сердца, то есть он не мог с родителями по душам сердечно поговорить, да, он с младшими поддерживал отношения, но ведь нужна какая-то опора, которой прийти, куда-то вот надо какому-то крепкому плечу прислониться, излить свою душу, и вот я, говорит, не имел перед кем излить свою душу, и начал изливать сердце мое пред Богом. Он начал молиться Господу, вот уже в детские годы он погружается в усиленную такую глубокую молитву, и начинает читать Священное Писание, Евангелие, и при этом он так говорит, что вот завеса, изредка приоткрывавшаяся, лежала для меня на Евангелии, то есть он не все понимал, но вот Пимены твои, твои Сесои и Макарии произвели на меня чудное впечатление, то есть преподобный Пимен Великий, Ава Сесой, Ава Макарий Великий, он читал святых отцов той вот аскетической древности, и они вдруг приоткрыли для него самую суть Евангелия. И святитель Игнатий читает книгу в пяти томах «Училище благочестия», где описывается жизнь святых отцов того времени, их аскетические наставления, и вот он говорит, что они стали приоткрывать для меня самую суть Евангелия, и говорит, когда я был 15-летним отроком, то удивительно тишина осенила мое сердце, покрыл какой-то благодатный мир его душу, и он думал, что это состояние вообще всех людей. Но это пришло к нему, потому что он постоянно молился, и он уже приобщался тогда к святоотеческой традиции. И вот немножко забегая, может быть, вперед, скажем, что вообще отличало святителя Игнатия Бринчанинова, то, что он всю жизнь именно погружался в святоотеческое наследие, он всю жизнь старался изучать святых отцов и воспринимать их дух, и он говорил даже так, что вот ты старайся не читать только вот одно Евангелие, но обязательно, кроме Евангелия, читай святых отцов, потому что у святых отцов ты находишь правильное объяснение Евангелия. Своим умом ты можешь понять что-то превратное, ты можешь исказить для себя значение Писания. И он говорил так, что вот пусть лучше святые отцы приведут тебя к Евангелию, как возлюбленное дитя свое, нежели ты собственными измышлениями придешь в какие-то дебри. Поэтому, говорил он, даже надо больше изучать святых отцов, потому что, собственно говоря, святые отцы, они и исполнили Евангелие, и они предлагают нам правильное и ясное, четкое объяснение святого Евангелия. На 16-м году его отец повез его в Петербург. Конечно, отец хотел, чтобы сын пошел по стопам родителям, тоже занял какой-то видный высокий пост при императоре, и желал его определить высшее инженерное училище, которое готовило офицеров инженерных войск. И вот дорогой отец Александр Семенович, он вдруг спросил Дмитрия, сына своего, а на какую службу ты хотел бы поступить? И для сына была эта неожиданность. Почему? Потому что обычно отец не откровенничал, ничего не спрашивал, и тут вдруг напрямую отец спрашивает, ну а сам-то ты чего хотел бы? И тогда Дмитрий впервые напрямую говорит, что из всех служб он предпочитает службу Царю Небесному и хотел бы пойти в монахи. Но отец выслушал и даже ничего не ответил, потому что он считал, что все это несерьезно, что это не соответствует ни его родительским планам, и, наверное, какая-то просто кратковременная такая вот мысль, увлечение у сына, и поэтому поехали дальше. И там, значит, привозят, да, и начинаются экзамены, и оказалось, что святитель Игнатий, ну тогда Дмитрий еще Бринчанинов, он показывает самый высокий результат. А вообще было 4 человека на место. Там поступало даже больше, чем 4, 130 человек поступало, а брали только 30. И из них, из всех, вот святитель Игнатий показывает самый высокий результат, потому что он знал уже языки, и он был прекрасно образован. И тогда его сразу берут во второй класс. И вот начинается обучение. Причем на протяжении всех курсов учебы Дмитрий Бринчанинов сохранял вот это первое место по высоте успеваемости. А внутри вдруг через два года у него появляется тоска. Жажда и голод по Богу. То есть он пишет сам, он об этом вспоминает, что два года протекли в занятиях земных, я изучал науки человеческие, а внутри тоска, потому что не хватает Господа, не хватает небесного. Если до этого, до 15 лет он вот молился, углублялся уже в святоотеческое учение, и тут теперь мирские науки, и оказывается, они дают только то, что нужно для земли. А ведь душа-то бессмертна. Тогда что могут дать ей земные науки ради вечной бессмертной жизни? И оказывается ничего. И святитель Игнатьев, тогда Дмитрий, он очень внутренне страдает от этого, и он утрачивает прежнюю вот эту вот тишину, безмолвие, мир души. И он начинает еще более усиленно молиться, а для этого еще более усиленно читать святых отцов. И да, там были, конечно, даже такие вот у него признания, что когда вот эта тоска появилась, я говорю, иду по улицам Петербурга в мундире Юнкера, и слезы градом текут по моему лицу. Ну, представляете, да, что... А почему? Это были слезы об утрате прежнего сердечного мира, потому что на тот период молитва, уровень молитвы его снизился, и нужно было, конечно, к этому вернуться. А как он вернулся? И впоследствии он тоже прямо признавался, что иногда вот он ложился вроде бы спать, да, и когда уже, значит, света никакого, да, все вокруг погрузились в сон, а он поднимает голову над подушкой и начинает читать вот молитву. Он произносит и молитву Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и какие-то еще другие молитвы. И говорит, вот молился так, вот подняв голову над подушкой, всю ночь до утра, до рассвета, а после этого подымался с постели и шел в классы для занятий. Ну, представляете, насколько это напряженный, усиленный внутренний подвиг, то есть вся ночь в молитве, и после этого он идет все равно учиться, и при этом сохраняет самый высокий уровень успеваемости. То есть понятно, что здесь и Господь, конечно, своей благодатью его не оставлял, да, но это была и потребность его души, потому что тоска развилась просто вот страшная. И мы, братья и сестры, уже сказали, что внешняя биография, иногда у него расходилась с внутренней биографией, с внутренней жизнью. В чем это расхождение? Когда он учился в Петербурге, то его в свете прекрасно принимали. Он, например, посещал творческие вечера в доме Оленина. Это был такой очень высокообразованный представитель, который любил всевозможные искусства, и у него дома собирались самые творческие личности. Ну, например, туда приходил Крылов, потом писатель Батюшков, даже сам Пушкин. И представьте себе, Дмитрий Бринчанинов в их сообществе. И даже декламировал свои стихи, какие-то литературные свои произведения, простые такие, стихотворные. И Пушкин даже благосклонно высказывался о этих сочинениях будущего святителя Игнатия. И сам Дмитрий Бринчанинов декламировал, читал чьи-то произведения на этих вечерах. То есть он был там свой, но при этом душа его искала другого. То есть внутренней биографии – это всецелое стремление к Господу Иисусу Христу. И вот он, конечно, посвящает себя умному деланию. Вот это, понимаете, прошло через всю жизнь святителя Игнатия. Самая суть духовной жизни – это то, что совершается у тебя внутри, в уме и в сердце. А почему так? Да потому что жизнь человеческая, она руководствуется тем, что зарождается у нас в мыслях. Или то, что у нас в сердце, наши сердечные чувства, и потом и в нашем внутреннем мире уже вызревает какое-то жизненное желание. И в начале появляется мысль человеческая, она влияет на наше мировоззрение, а мировоззрение уже проявляется в наших делах и в жизненных поступках. Так вот, если не будет уврачевана наша мысль, если не будет уврачеван ум человека, то жизнь никогда внешне не преобразится. Поэтому самая сокровенная суть духовной жизни – это вот внутри. И, соответственно, наш ум и сердце должны направляться именно к Богу, ко Господу обращаться, а не становиться вертепом каких-то злых, грехолюбивых пожеланий. Потому что человек, вот изначально, как его задумывал Господь Бог, человек – это храм Божий. И вместилищем божественной благодати прежде всего должны становиться ум человека и сердце человеческое. И тогда вся жизнь подобного человека, она действительно станет благодатной. И вот об этом как раз и писал святитель Игнатий в своих многочисленных произведениях. И вот он находится в этом поприще, он молится, и в разные духовные искушения подступают. И из некоторых его писем, таких вот косвенных высказываний, даже видно, что иногда демонические силы подступали к нему явно. И вот он через молитву, через молитву он обретал свободу от них. Но на этом пути, понимаете, нельзя быть одиноким. Если ты ни на кого не опираешься, то очень легко куда-то уклониться и упасть, споткнуться. Поэтому он ищет духовное руководство. А как его найти? Вот он в Петербурге, да. И прежде всего это есть духовник училища, который поставлен. А там был духовник, отец Алексей Малов, который, кстати, был и духовником некоторых декабристов. Но он отнесся очень формально, хотя и был знаменитый проповедник того времени. И вот представьте себе, что Дмитрий Бринчанинов приходит к нему за советом и говорит, что борим множеством греховных помыслов. А это понятно, ведь когда ты вступаешь на поприще духовной жизни и начинаешь молиться, то бесы начинают подбрасывать всякие там помыслы греховные, чтобы осквернить тебе внутренний мир. И вот Дмитрий Бринчанинов говорит, что борим множеством греховных помыслов, а тот, а, помыслами, значит, греховными борим, и идет к начальству военного инженерного училища и докладывает, и говорит, что Дмитрий Бринчанинов, учащийся в такого-то курсе, борим политическими замыслами. Он просто вот, не поняв ситуацию, он совершенно все исказил. И, конечно, сейчас мы скажем, что это вот была нарушена тайна исповеди, ну, по сути, так, но дело в том, что вот в синодальный период, это период, начиная с Петра Первого, когда патриаршество упразднено было, и когда вот церковь, она находилась под жестким контролем государства и рассматривалась как одно из государственных ведомств. Оно так и называлось, ведомство православного исповедания. И тогда были предписания, вот на протяжении двух веков, это, значит, 18-19 века, что если на исповеди священник вдруг узнает о каких-то вот действительно замыслах против правительства, то он должен об этом донести властям. И это расходилось, на самом деле, с церковными постановлениями, канонами о том, что священник не имеет права раскрывать тайну исповеди. И, в общем-то, зачастую священники, они ничего-то и не выдавали, то есть они старались воздействовать на кающегося, но если он уже пришел на исповедь и каяться в этом, то какой смысл на него доносить? Он уже пришел для врачества духовного. Однако, повторим, что некие вот государственные предписания, к сожалению, были, что если священник усматривает нечто противоправительственное, как действительно политический замысл, он должен об этом донести. Ну и вот этот вот духовник училища, он вот так вот формально и поступил. А руководство, там граф Сиверс, он главный, значит, руководитель, он лютеранин, он вообще не поймет, о чем идет речь, и вызывает студента Дмитрия Бринчанинова. Тут же, значит, инспектор присутствует и говорит, что вот вы, значит, рассказали духовнику, что боримы, значит, какими-то там замыслами, и вы сами признаете их греховными. То есть явно, что у вас что-то против правительства, тогда вот расскажите, что же у вас там за замыслы такие возникли. И Дмитрий Бринчанинов начинает им, а как, то, значит, лютеране, он вообще чушь вот этой аскетической традиции, пытается ему пояснить, что тут против правительства как раз ничего нет, а речь идет о невидимой внутренней брани против действительно поступающих греховных помыслов. И получается так, что вот определенный надлом происходит. То есть он пытается опираться на духовника, а тот его предает, тот доносит руководство. И как тогда быть? И тут же, значит, надзорно Дмитрием Бринчаниновым, что вы там за ним получше следите. А он-то как раз ведь чушь каких-то политических замыслов. Он вообще хочет отсюда уйти в монастырь. И он вынужден был искать другое руководство, и он его находит. Дмитрий Бринчанинов стал ходить на Валаамское подворье. И там у монахов он уже обретает духовную поддержку. При этом Господь подает еще помощь Дмитрию Бринчанинову. У него появляется духовный друг. Это Михаил Чихачев. Михаил Чихачев, он сам из псковских дворян. И он стал по жизни спутником Бринчанинова, но при этом отличался очень по характеру от него. Потому что Дмитрий Бринчанинов был такой молчаливый, тихий, скромный, как бы в себе, в молитве. А Михаил Чихачев, он наоборот. Он душа нараспашку такой, весельчак, говорун, шутки разные. Дмитрий Бринчанинов говорит, ну будь же ты христианином-то, наконец. Тот отвечает весело. Ну я никогда и не был татарином. Ну тогда давай вот самым делом приобщимся к этому. И повел его за собой на Валаамское подворье. И там они стали действительно встраиваться в ритм такой вот монастырской службы, ну когда могли приходить уже вне учебы. И Дмитрий Бринчанинов, он стал исповедоваться и причащаться каждую неделю. А для синодальной эпохи это было очень и очень необычно. Почему? Потому что, вот повторим, что, к сожалению, это вот были такие пережитки, что ли, того строя, когда старались церковь держать под наблюдением. И там как было предписано, что ежегодно все должны проходить исповедь, причащаться. Ну как правило, в Великий Четверг, но можно было и в другие дни, в принципе. И об этом подавался отчет, что вот столько граждан империи исповедуются и причащаются. То есть все вроде бы как бы благонадежные, придерживаются правильного исповедания. А в итоге это привело к тому, что люди потихонечку и стали вот только раз в год исповедоваться и причащаться. Но, может быть, не из-за этого. Я прошу прощения, так вот сказал. Может быть, там были и другие причины. И святой праведный Иоанн Кронштадтский, он чуть позже, он младший современник святого Игнатия Бринчанинова, он как раз вот боролся против этого тоже. Ну и другие святые отцы, они говорили, что надо все-таки почаще причащаться, чем один раз в год. Да и сам святитель Филарет Московский тоже писал об этом. Но некий минимум устанавливался вот один раз в год. Некий минимум. А люди из минимума сделали правило. Что, да, и государство, кстати. Государство, оно как предписывало, что вот если кто хотя бы раз в год исповедований причащается, значит, ты, получается, не православный христианин, а ведь ты гражданин православной империи. И за это могли идти взыскания. На работе могли там как-то взыскивать с такого человека, более строго к нему относиться. Но получается так, что духовная жизнь вот оскудевала, и люди просто вот формально начинали всего лишь один раз в год исповедоваться и причащаться. А духовную жизнь на протяжении всего года не вели. И потом для некоторых это было уже странно, что люди исповедуются и причащаются более часто. И вот святитель Игнатий говорит, значит, Дмитрий Бринчанинов, Михаил Чихачёв, что вот у меня обычай каждую, значит, субботу и воскресенье исповедоваться и по воскресенью причащаться. Пойдём вместе со мной. Михаил Чихачёв, да как же, я же вот не готов, я вот не подготовлен к исповеди причащению, и как меня вообще допустят. Ему на это Бринчанинов говорит, да это вообще не твоё дело, это дело духовника. Ты вот главное приходи. И это на самом деле и сейчас. Вот многие люди в миру живут и вроде бы понимают, что надо там исповедоваться, причаститься, но как, чего, я не могу, я вот не готов, а ты хотя бы прийти. Ты хотя бы приди, и тебя примут в храме, тебе подскажут, помогут, и Господь своей благодатью обымет тебя. И вот они вели такой образ жизни. И затем монахи Валамского подворья сами посоветовали им обратиться к более духовно зрелым наставникам Александра Невской лавры, потому что Дмитрий Бринчанинов, Михаил Чихачёв, они уже настраивались как-то на монашеский образ жизни. А в Александра Невской лавре там был прекрасный духовник, отец Афанасий, также были ещё некоторые монахи, Аарон и Аники, ещё там кто-то, которые являлись учениками старцев Фёдора и Леонида, это Леонид будущий, Оптинский старец в схеме Лев, и по преемству к преподобному Паисию Величковскому они восходили. То есть традиция Паисия Величковского в этих учениках была представлена в Александра Невской лавре. И туда как раз стали ходить оба друга. Ну, вообще, на самом деле, там даже стал складываться такой вот кружок благочестивых юнкеров, которые вокруг Игнатия Брянчанинова, Дмитрия, объединялись, молились вместе, стали тоже посещать вот такие монастырские службы. То есть они не одни были, но вдвоём вот как-то более так вот тесно, и они дошли до монашества в итоге. И когда они уже очень активно стали посещать, то об этом донесли родителям. И, конечно, отец Дмитрия Брянчанинова, Александр Семёнович, он был в гневе, в ярости, что такое, вот сын мой в какие-то монастыри, просит как-то вот, чтобы, значит, руководство училищное на него повлияло. Ну и само руководство тоже, ведь они же готовят мирских специалистов, офицеров готовят, которые должны служить, значит, царю, отечеству, и это тоже прекрасно, но то, что кто-то может небесному царю послужить, это не входило в их планы. И в итоге, значит, попросили высшее лицо там, это митрополит, митрополит Серафим Петербургский, чтобы он сделал взыскание монахам Александра Невской Лавры, чтобы они больше не принимали. И действительно, тот, значит, митрополит Серафим говорит монахам Лавры, что вы там смущаете юнкеров, у них там свой путь, жестко им запрещает. И тогда Дмитрий Брянчанинов сам лично приходит к митрополиту Серафиму, и между ними состоялся очень такой теплый и сердечный разговор. Митрополит Серафим, предполагая вот по-своему, желание Брянчанина, напрямую ему говорит, что ну у вас же нет ученых степеней Духовной Академии, вы не сможете подняться выше архимандрита, то есть вам архиерейские степени закрыты. И святитель Игнатий ему говорит, что я не ищу, совершенно не ищу никаких званий, степеней в церкви, для меня главное это спасение души и жизнь во Христе. И митрополит Серафим понимает, что этот-то юноша, он как раз ищет Христа, и для него действительно монашество должно открыться в своей красоте. И тогда он разрешает, чтобы по-прежнему он посещал Александр-Невскую Лавру и окормлялся у лаврских духовников. То есть с одной стороны, значит, мирские высокопоставные люди давят на митрополит Серафима, но он все-таки все равно разрешает Дмитрию Брянчанинову там и кормляться. И на самом деле, вот Михаил Чихачев вспоминал, что были некоторые такие интересные события, когда все-таки прозревалось будущее святителя Игнатия, вот когда они юнкера идут по улице, и там одна юродивая в Петербурге была, и вдруг она выбегает и кланивается, Брянчанинова говорит, ой, светлый батюшка, благослови, а он-то в юнкерском мунтире идет, да, то есть она уже прозрела, что он будет священнослужителем, священником, и светлым причем, таким служителем Божиим, а потом как-то они пришли к еще одному товарищу, прапорщику, у того Денчик болел, и Денчик был очень благочестивый, ну и зная, что и, значит, и Брянчанинов с Чихачевым благочестивый, вот этот прапорщик решил тоже, чтобы они навестили Денчика, и как бы он со смехом проталкивает Брянчанинова туда, вот в келью, ну как-то по-мирски его со смехом, а Денчик ему говорит, зачем же вы так с ним поступаете, ведь он же архиерей, то есть вот этот простой благочестивый человек, который являлся Денчиком, он уже прозрел, что на самом деле впоследствии Дмитрий Брянчанинов станет архиереем. Когда ему было 19 лет, Дмитрий Брянчанинов заболел страшной болезнью, туберкулез, туберкулез легких, чахотка, и тогда не умели толком лечить, и кормили его каким-то там желе из исландского мха, ну как-то врачи предлагали некие там лечения, но по сути ситуация была очень тяжелая, и сам он стал готовиться к смерти, усиленно молился, и вот это вот приготовление к смерти, это был уже как бы полный такой переход его к монашеству, потому что монашество есть умирание для мира, для благ этого мира, и он был обложен святоотеческими произведениями, в которые углублялся, что-то вот выписывал оттуда, изучал, читал, и постоянно молился внутренней молитвой, молитвой Иисусовой, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и вопреки ожиданиям врачей, через три месяца наступило облегчение, болезнь как-то вот отступила, как только он немножко окреп силами, он сразу же направляется в Александрневскую лавру, и тут судьбоносная встреча, оказалось, что как раз в это время приехал преподобный Леонид Оптинский, ну, Оптинским он стал чуть попозже, знаменитый старец Леонид, а в схеме Лев, преподобный Лев Оптинский, и вот они, Дмитрий Брянчанин встречается, и у них беседа, и она коренным образом все меняет, и впоследствии святитель Игнатий говорит, что вот как будто старец, он просто вот взял мое сердце, и уже перенес вот к себе, и уже, как будто я говорю, тысячу лет уже с ним рядом находился, такое единодушие, взаимопонимание, и получает необыкновенное благодатное вдохновение от старца Дмитрия Брянчанинов, и все, то есть он уже всецело хочет быть монахом. После этого ему дали небольшой отпуск, чтобы он ехал к родителям, пытался вот как-то поговорить с ними, те строго против монашества. Он, значит, возвращается в училище и подает рапорт, чтобы государь его, дал ему отставку от военной службы, а тут надо упомянуть, что государь на то время это уже Николай Первый, и дело в том, что Николай Первый лично знал Дмитрия Брянчанинова, потому что, когда он поступал, то Николай Первый еще был просто великим князем, не государем, и он как раз вот опекал инженерное училище, и он обратил внимание на него, и выделяли средства на его содержание, то есть он был пансионером царственной четы, и супруга Николая Первого выделяла средства, и поэтому, конечно, Николай Первый был против того, чтобы Дмитрий Брянчанинов оставил мир, и он поручил своему брату, великому князю Михаилу Павловичу, чтобы тот всеми средствами отговорил. Опять-таки, вот собрали, значит, все там высшее руководство, училище, там еще кто-то, да, и причем это во дворе, значит, приезжает, привезли Брянчанинова к великому князю, и тот ему говорит, что мы тебе дадим человек, который удовлетворит, значит, вашему честолюбию и вашему славолюбию, то есть они думали, что Дмитрий Брянчанинов ищет чести и славы этого мира, а тот говорит, что я вот хочу себя монашеству посвятить, значит, ну разве невозможно жить в миру и спасти себя, на это Брянчанинов отвечает, что это то же самое, что стоять в огне, значит, и думать не сгореть, значит, ну там великий князь еще что-то ему предлагает, что переведут тебя там в гвардию, но у меня нет средств, тебе вот, значит, царь выделит средства, но у меня болезни, они не позволяют мне нести службу в таком высоком месте, и тогда, значит, поначалу великий князь говорит, да, я не проповедник, я не проповедник, а потом начал с гневом уже кричать, что ты же ослушник высочайшей воли, ты ослушник воли государя, и ведь для Дмитрия Брянчанинова это действительно было очень таким тяжелым аргументом, потому что все дворянство, оно воспитывалось в строгой такой вот верности государю-императору, и он даже вот побледнел, значит, Дмитрий Брянчанинов, а великий князь говорит, что, испугался? Теперь отказываешься от монашества? Он говорит, нет, я все равно хочу послужить Господу и расстаться с миром и стать монахом. Тогда, значит, поскольку никакой разговор не состоялся, решили его направить в Динобургскую крепость, чтобы он там уже приступил к выполнению инженерных работ и подключился вот к этим мирским обязанностям. Дмитрий Брянчанинов повиновался, он приезжает в Динобургскую крепость, но там, среди вот этого сырого климата, он настолько разболелся, что оказался почти не способен к выполнению своих работ и часто вынужден был лежать, но нашел там прекрасных друзей, они помогали ему и потом, значит, вот приезжает великий князь Михаил Павлович, тот самый, который его отговаривал, видит, что Брянчанинов совершенно больной, ни к чему не способен и тогда, наконец, разрешают ему подать в отставку. Это было, конечно, как некое чудо Божие, ну, так вот промысл Божий его вел, надо сказать, что здоровье Дмитрия Брянчанинова, оно было подорвано на всю жизнь, и там вот эти вот простуды, да, и туберкулез, и там еще, конечно, вот эти вот нервные такие потрясения, когда постоянно приходилось идти вопреки другим. На протяжении дальнейшей жизни он часто болел, но самое главное, что теперь он наконец обретает хотя бы какую-то духовную свободу, и он едет в одежде простолюдина в Александро-Свирский монастырь, где как раз находился в это время преподобный Леонид, будущий старец Оптинский. И вот там-то он отдает себя всецело духовному послушанию, послушанию старца. Его, значит, назначают на поварню, а на поварне повар там, представьте себе, это бывший крепостной отца Дмитрия Брянчанинова. Представляете, что там, значит, он крепостной трудился постоянно его отца, а тут получается уже сам Дмитрий Брянчанинов у него в подчинении. И, значит, тот, когда поступил к нему Дмитрий послушник, значит, повар говорит ему, ну-ка, брат, пойдем-ка со мной, и кинул ему мешок, по-простецки так вот, по-крестьянски кинул ему мешок из-под муки, и говорит святитель Игнать, что его обдало всего белой пылью вот этой мучной, и такое неожиданное ощущение, что уже совершенно другое, то есть не какие-то там дворянские вот эти великосветские взаимоотношения, а очень простые, непосредственные. И тут как раз стало проявляться его смирение, и он пошел, значит, с ним там насыпать муку, а чтобы держать мешок, он вынужден был взять зубами край тоже мешка, вот так вот насыпали, и говорит, впервые у меня родилось ощущение сладости смирения, когда вот гордыня ломается, да, и появляется смирение, это приносит некую внутри радость и свободу. И вот в таких послушаниях Дмитрий Брянчанинов как раз находился, и он их очень полюбил на самом деле, вот эти послушания. И как-то он даже описывал, что вот он во время трапезы разносил блюда к сидевшей, сидевшей братье за столом, и потом несет вот в самый дальний стол, где сидят послушники, и мысленно про себя произносит, примите от меня, рабы Божие, это убогое служение, и вот преподносит им этот поднос с блюдами, и говорит, в этот момент я ощутил невероятно такое сильное внутри, в своем сердце молитвенное действие, которое запало в мою душу, такое благодатное действие, и не покидало меня около 20 дней. И впоследствии он как писал, что вот действие смирения и действие молитвы, это одно и то же действие. То есть, вот если ты молишься, но не имеешь смирения, ты вообще ничего не сможешь воспринять. Ну, равно если ты смиряешься и не молишься, но суть идет о чем? О том, что смысл молитвы в том, чтобы быть вместе с Господом. Ну, и когда христианин смиряется перед ближними ради Христа и во Христе смиряется, то он получает ту же самую благодать и становится своим сердцем тоже вместе с Господом, и Господь утешает его своей благодатью и даже приносит радость. И в состоянии смирения молитва, она оказывается особенно легкой, чистой, свободной, то есть уже не расхищается какими-то посторонними помыслами. И вот в такой чистой молитве он пребывал много дней, а почему так? Потому что погрузился в смирение и вкусил от добродетели смирения. Ежедневно Дмитрий Бринчанинов исповедовал свои помыслы, открывал всю душу предстарцем Леонидом Оптинским, и он нашел в этом как раз то, что он видел у святых отцов. То есть полное обнажение тайн своего сердца, поддержку в своем внутреннем подвиге, и шло такое вот усиленное и быстрое достаточно становление духовное, и выполнял все послушания, и потом впоследствии он с благодарностью об этом писал. Вот однажды во время рыбной ловли там сети запутались, и значит, рыбак повелел, чтобы Дмитрий Бринчанинов, он нырнул и распутал сеть, и он выполнил это, а после этого опять-таки долго болел. И вот Дмитрий Бринчанинов проходит все эти послушания. А потом что происходит? Вот что-то не сложилось у старца Леонида там, и пришлось старцу уезжать из Александра Свирского монастыря. Он переезжает в Площанскую пустынь, Орловская губерния, ну, ныне это Брянская епархия, там, значит, поселяется с учениками, тут учеников у старца Леонида стало больше. Приезжает Михаил Чихачев, также присоединяется к Дмитрию Бринчанинову, и вот здесь уже немножко пути начинают расходиться, а у кого? Дело в чем? Вот Святитель Игнатий, он с самого начала своей жизни, он по устроению души, он был более склонен к такому уединенно-созерцательному образу жизни, нежели когда вот обилие людей вокруг и выполняют какие-то вот разные послушания множества, и при этом мало, если в монастыре мало уделяется внимания умному деланию, то вот душа Святителя Игнатия, она начинала из-за этого тосковать, и когда они уже сидели вот в комнатке, которая предваряла келью старца, то там некоторые послушники, они что-то обсуждали, какие-то пересуды, Михаил Чихачев начинал в это увлекаться, и это влекло за собой рассеяние духа, который уже сложился к этому времени у будущего Святителя, и он испытывал уже некоторое неудовлетворение, а поскольку учеников у старца было уже много, то вопросы Святителя о тайнах духовной жизни и о сокровенном молитвенном делании, они не все получали уже ответ, и из-за этого пошел вот некоторый такой дисбаланс, на самом деле Господь просто вот вел Святителя Игнатия по своему пути, потому что у каждого святого, при том, что вот есть очевидное некое общее единство, сходство, но и бывает какая-то своя стезя, вот так же как у Святителя Феофана Затворника в то время, у Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, или Святитель Иннокентий Митрополит Московский, который вообще поехал или просвещал там кого-то, да, то есть это немножко вот разные стези, и в каждом случае промысел Божий действовал по-своему, и Святитель Игнатий он искал именно такого сокровенного уединенного дела, не в конечном итоге он его, конечно, обрел, но вопреки сложившимся внешним обстоятельствам. И вот получилось так, что возникло некоторое недопонимание, и старец Леонид больше настаивал как бы на чисто внешних послушаниях, а внутренние, которые искал Святитель Игнатий, они уже не настолько удовлетворялись. И потом происходит что? Что когда Освятитель Игнатий Дмитрий Брянчанинов, он при этом очень много болел, и вот он молился. И однажды было ему дано такое видение, которое он пересказал старцу, как он увидел сияющий крест, распятие, и как они вдвоем с Михаилом Чихачевым находятся перед этим крестом, и он услышал голос, что крест это означает искреннее отречение от мира, а затем сказано, что друг его Михаил Чихачев должен участвовать в его страданиях, то есть он тоже должен поучаствовать в твоих страданиях, а крест состоял уединенно, и когда уже Дмитрий Брянчанинов пересказал это видение старцу Леониду, то тот уже благословил им жить отдельно в отдельной келье, то есть на правах такого уединения, скидского уединения, то есть понимая, что видимо путь их будет немножко иным, при этом Михаил Чихачев в своих записках он это отмечает, что после вот этого видения и благословения у Дмитрия Брянчанинова как вот обнаружился такой духовный дар, что он стал проникать в видение каких-то духовных вопросов, сложных ситуаций, которые он мог уже очень легко разрешать и объяснять, то есть ему был дан от Бога еще некий такой дар духовной рассудительности после этого видения. Конечно, нам хочется, чтобы всегда жизнь святых укладывалась в какую-то схему, но при этом эту схему мы сами для себя составляем и хотим мы уложить туда, а промысел Божий очень широк и необъятен, и вот надо сказать, что даже у преподобного Леонида Оптинского у него тоже не все гладко складывалось с теми монастырями, где он находился, и в Площанской пустыне, где как раз они в это время были, ему пришлось уехать из-за разногласий с игуменом Маркелином. Игумен Маркелин попросил, чтобы старец Леонид уезжал, ну, понятно почему, потому что старец Леонид, он был очень сильной личностью, такой вот волевой, который напрямую говорил, без всяких там обиняков высказывал, что требовалось, и к нему собирались ученики, соответственно, получалось так, что, скажем, в этом монастыре своя традиция, а здесь возникает уже своя традиция, здесь вот свой духовник, там кто-то другой, и из-за некоторых сложностей предложено было старцу Леониду ехать, и тогда он уже переезжает в Оптину пустыню, становится вот этим знаменитым старцем Леонидом в схеме Лев, и игумен велел, чтобы и Бринчанинов с Чихачевым тоже уезжали, как ученики старца Леонида, хотя они вроде бы уединенный образ жизни ведут, но все равно, то есть вы не наши, велено было им уехать, и они тоже прибывают в Оптину пустынь, но там чувствуют себя уже совсем не в своей тарелке, некоторые из братьев относились к ним не очень приветливо, и там здоровье стало у них очень сильно оскудевать, потому что и питание было достаточно скудное, плюс, значит, у старца Леонида уже, у него как бы свой круг учеников, а они, получается, уже немножко неудел, и вот болезни, они тут не приживаются, и в это время приходит весть от больной мамы Дмитрия Бринчанинова, и приходит также Бричка, чтобы он все-таки ехал туда, потому что мама, ну, считалось на тот момент, что она находится на краю уже, на грани смерти, и Дмитрий Бринчанинов, воспринимая это как вот тоже промысел Божий, вместе с Чихачевым едут домой, там отец вроде бы принимает их, говорит, что келью построят им рядом с храмом, но потом здоровье мамы поправляется, значит, отец уже тоже против, и единственное, где вдруг находит неожиданное понимание, это у Вологодского епископа Стефана, то есть, как раз родная епархия, которая там и была, значит, вот где у них и дом родной, да, и епископ Стефан Вологодский, он с большой любовью отнесся к Дмитрию Бринчанинову, и он-то и предложил, чтобы у него он и принял постриг, и в 1831 году состоялся вот этот долгожданный, желанный постриг в честь, имя принимает в честь святого Игнатия Богоносца, вот святой Игнатий Богоносец, почему так именуется, потому что по преданию он всю жизнь носил имя Божие в своем сердце, святитель Игнатий Бринчанинов, он тоже всю жизнь в своем сердце носил имя Христово, имя Божие, и посвятил себя внутреннему, сокровенному деланию молитвы Иисусовой. Достаточно быстро епископ Стефан посвятил его в Иродиаконы, потом в Иромонахи и направил его в качестве настоятеля в Пельшемский Лопотов монастырь. А монастырь этот среди болот, и уже даже думали, может быть, закрывать этот монастырь. И когда туда прибыл молодой настоятель, святитель Игнатий, то к нему, кстати, собрались послушники из тех монастырей, где он до этого бывал, но он там еще некоторые другие посещал монастыри, тоже мы не все здесь упоминаем. Они знали уже о его серьезном таком целеустремленном характере, о том, что действительно у него же есть духовная опытность определенная, и быстро собралось такое братство, новое братство. Те монахи, которые до этого жили, они не очень поддерживали святителя Игнатия, потому что он требовал строгой дисциплины. И там даже был такой случай, что вот рядом жил один крестьянин, Карп, благочестивый, и ему видение было открыто, как братья вот этого монастыря, старшие братья, не очень дисциплинированы, как она жалуется преподобному Григорию Пельшемскому на святителя Игнатия. Ну, там такое было видение, что вот это братья стоит в водах реки Пельшмы, и обращаясь к преподобному Григорию Пельшемскому, они жалуются, что вот настоятель запрещает ходить им в красных кушаках, запрещает им ходить по близлежащим деревням, селениям, ну, чтобы они больше все-таки времени проводили внутри монастыря, запрещает им нюхать табак на клиросе, то есть даже такие у них были не очень благочестивые обычаи, ну, и там разные другие какие-то их жалобы, а преподобный Григорий Пельшемский, он обращаясь к благочестивому крестьянину Карпу, говорит, вот могу ли я слушать их? Настоятель делает то, что должен делать, и если он прибудет до конца в этих правилах, то примет одну с нами участь, то есть преподобный Григорий Пельшемский открыл, что святитель Игнатий идет по стопам преподобных отцов, и если он до конца устоит, то он будет одной участи. Ну, кстати, потом этому крестьянину тоже было открыто, что Господь переведет святителя Игнатия под Петербург в монастырь, посвященный и Троице, и преподобному Сергию, это Троице Сергиево пустынь под Петербургом, что впоследствии исполнилось, а сам святитель Игнатий Пельшемский Лопатов монастырь он смог восстановить, потому что у него было инженерное образование, и он знал, как что строить, как вот стены восстанавливать, каким должен быть фундамент под здание, как проводить восстановительные работы, как что вообще с нуля созидать, и это ему очень помогало впоследствии, и он действительно умел прекрасно выстраивать монастырские здания. К сожалению, была и такая особенность, про которую мы говорили, что здоровье святителя Игнатия, оно постоянно хромало, а там, где климат слишком сырой и болото, вот там у него быстро наступали болезни, и он попросил Михаила Чихачева, друга своего, чтобы тот постарался найти ему какой-то другой монастырь с более благоприятным климатом, и в итоге, значит, весь доходит до святителя Филарета Московского, а тот был наслышан о святителе Игнатия, о его прекрасном образовании, высоких достоинствах, и он решил возвести его в настоятеля Николо-Угрежского монастыря, и надо сказать, что уже было написано даже назначение, и священный сенот подписал это назначение, и уже оставалось только приехать святителю Игнатию в Николо-Угрежский монастырь, тогда бы он был под крылом святителя Филарета, митрополита Московского, и тут вдруг, когда вот это назначение, читает его сам государь, Николай I, и тот говорит, так, стойте, стойте, это же тот самый выпускник, значит, Дмитрий Бринчанинов, так он мне самому нужен, и император потребовал, чтобы святитель Игнатий приехал к нему лично на аудиенцию, приезжает и говорит, я все-таки тебя люблю, ты вот, не забывай это, и я вот много вложил в тебя, когда ты учился, поэтому ты отдай мне тот долг, который ты должен, если вот ты в миру не послужил, то тогда вот послужи, будучи в церкви и в монашестве, я хочу поручить тебе монастырь рядом с Петербургом, чтобы ты сделал его образцовым монастырем, и речь шла о Троице-Сергиевой пустыне под Петербургом, которая как раз находилась на дороге между Петербургом и Петергофом, и там ездили многие высокопоставленные лица, заезжали в этот монастырь, а он был не очень высокого уровня, надо было подымать, и в общем государь говорит, что вот я вот хочу вот так, и хотя вот по климату, конечно, это место не подходило святителю Игнатию, но уж здесь ослушаться он никак не мог, и соответственно он соглашается, и он едет вместе с Михаилом Чихачевым, приезжает в Троице-Сергиево пустынь, и достаточно быстро он смог поднять этот монастырь, то есть, ну чисто внешне, там как, перестраивает какие-то здания, проводит вот эти разные работы, образование позволяло это совершать, а внутренне он все выстраивает по строгому такому аскетическому монашескому деланию, он вводит откровение помыслов, да, святителя Игнатия, кстати, возвели в Архимандриты, и было ему 27 лет, 27 лет, и он принимает откровение помыслов со стороны другой братьи, там перед этим было где-то вот 13 всего монахов, но сразу собралось что-то там около 30 монахов к святителю, и строгая дисциплина, упорядоченное богослужение, и он старался вникать в духовную жизнь каждого инока, и монастырь действительно достаточно быстро укрепился, возвысился, и подтягивалось туда много людей, ну, например, вот рядом жил, около 5 лет жил известный церковный композитор протерей Петр Турченинов, и его святитель Игнатий привлек, чтобы он смог создать прекрасный хор для монастыря, и протерей Петр Турченинов даже лично руководил хором церковным, а это означало, что богомольцы стали собираться, потому что пение прекрасное, все восхищались, радовались этому, святитель Игнатий, он, кстати, поддерживал переписку с Михаилом Глинкой, и вообще вот люди искусства, они тянулись к нему, и иногда спрашивали советы его, и провел здесь святитель Игнатий 23 года, причем, опять-таки, вот оно расхождение внешнего и внутреннего, все время приезжают какие-то светские лица, им нужно уделять прием, водить, угощать их, беседовать с ними, а святитель Игнатий, он по душе безмолвник, и вот некоторые друзья к нему приезжали, они удивлялись, как вот так, что он, и сам святитель Игнатий, кстати, писал, что он в своем кабинете выступал как репрезентабельный архимандрит, а в уединенной своей комнатке он оставался отшельником-подвижником, и действительно он показывал некоторым своим друзьям, что проводил в отдаленную комнатку, а она небольшая, стены голые, простая икона висит, при дне неугасимая лампада, и на полу какая-то простая рогожа, и вот туда святитель Игнатий удалялся для уединенной молитвы, особенно когда болезни его постигали, и были такие внутренние покои, где он и писал свои многочисленные сочинения, хотя вокруг вроде бы бушевал мир, а мир действительно бушевал, потому что когда появился святитель Игнатий, тут же возникла зависть, тут же, значит, какие-то нашептывания, вот тут какой-то претендент появился, да еще и сам император его любит, и клеветы лилось просто вот через край, чрезмерно в Петербурге перешептывались, переговаривались, злобствовали, завидовали, а святитель Игнатий продолжал совершать свое внутреннее делание, да, он принимал вот этих мирских людей, но он ни перед кем не лебезил и не лицемерил, ну, верно, конечно, отмечают его ученики, брат его родной, Петр Александрович, конечно, невозможно полностью выскочить из вот своего сословия, да, вот из которого, в котором ты был рожден, и некие вот дворянские черты, они оставались, сохранялись, святитель Игнатий, в частности, независимость характера. Например, его вот вызывает петербургский архиерей, святитель Игнатий, значит, архимандрит приезжает туда, а архиерей вот или нет, или задерживается, или он там с кем-то беседует, надо час ждать, и святитель Игнатий не ждет этот час, то есть он приезжает к условленному часу, архиерей не может его принять, и святитель Игнатий, значит, уезжает, то есть вроде как бы его это и не ждут здесь в данный момент. Он часто поступал очень смело и независимо, и даже не всегда, понимаете, шел навстречу как бы государю, когда это касалось евангельских истин. Ну, например, вот как-то приехала Фрейлина в Троице-Сергиево пустынь, Фрейлина Варвара Нелидова, и она видимо искала некого оправдания вот намечаемому грехопадению, и она говорила так, что вот чувствует, что государь обратил на нее внимание, начинает с ней больше общаться, и что это невольно может привести к такому вот телесному, в общем, понятно, к блуду, проще говоря. Да, и что оказывается она этими мыслями поделилась уже с царским духовником, и тот сказал, ну, в этом греха никакого особого нет, потому что царственный особый, понимаете, там очень высокое лицо, иногда вот надо уступить, конечно, странно, что такие вещи произносились, но может быть потому и как бы при дворе, что такие вещи произносил, и она как будто искала оправдание этого, а святитель Игнатий ей прямо говорит, что высота положения лица только усугубляет ответственность за грех. То есть, если, скажем, простой человек согрешит, это один суд, но если в тот же самый грех впадает высокопоставленный человек, на нем ответственности больше, потому что он становится примером для многих других, поэтому с правителей ответственности и спрос больше, если те, кто вот высокопоставленный, да и не просто правители, а начальствующие лица, те, кто, ну, руководители каких-то там предприятий, организаций каких-то, если они открыто ведут соблазнительный образ жизни, то с них спрос больше, и чем выше лицо, тем больше спрос, поэтому и царь Давид, когда согрешил, с него был особый спрос у Бога. Вот о чем говорил святитель Игнатий Бринчанинов, и вот эта вот Варвара Нелидова, она уехала очень недовольна, и было недовольство государя на святителя Игнатия Бринчанинова, но потом, конечно, царь смилостивился, ну, пал он там или не пал, трудно сказать, кто чего пишет, и говорят якобы, когда вот у него супруга родила седьмого ребенка, врачи говорили, что вот, мол, ей рожать больше нельзя, но, мол, раз нельзя, то, значит, надо кого-то там еще подыскать, ну, кто чего говорит, это уже такие слухи, сплетни, есть также сведения, что все-таки всегда Николай I относился достаточно трепетно и благоговейно к своей супруге, и ценил ее, и всегда ее оберегал, да, но мы говорим про то, что соблазны касаются всех, и святитель Игнатий, когда речь шла вот об этих соблазнах, искушениях, он всегда занимал непримиримую, такую строгую позицию, и всегда отстаивал истину Евангелия, что попустительство греху, оно, ну, в принципе, для христианина невозможно и недопустимо. Мир наносил свои удары по святителю Игнатию, и часто его оговаривали, то ему, значит, запрещали выезжать из строительской Сергиевой пустыни, хотя он, как настоятель, обязательно должен был выезжать и решать какие-то вопросы, то там его как-то оговаривали, в чем-то обвиняли, постоянно вот это шло, и доносы писали на него, и святитель Игнатий все это терпел, и где-то он находился как в осаде, да, вынужден был держать оборону, но для него это что? То есть он воспринимал это тоже вот как промысл Божий, промысл Божий, что Господь проводит через это ради очищения его души, и в этом выработался дух его и его аскетических наставлений, вот он, например, как говорил, что если попускаются тебе скорби, то ты знаешь, что на самом деле это Господь попускает, для чего? Для того, чтобы уврачевать твою гордыню, для того, чтобы смирить твой вот надменный дух, и на самом деле, вот говорил святитель Игнатий Бринчанинов, мы все, вот все люди, вообще все человечество, оно подобно двум разбойникам, распятым возле креста Христова, почему так? Потому что вот спаситель за всех он распялся, а люди, они в своей земной жизни все равно несут свой какой-то крест, и все страдают, вот хочешь ты или не хочешь, ты все равно будешь страдать, почему? Потому что мы все грешники, но как по-разному люди реагируют на эти скорби, неприятности и несправедливость внешнюю, и один разбойник, которого слева от Христа был распят, он говорил, что вот если ты Христос, спаси себя и нас, сойди с креста и нас заодно сними, то есть не надо нам никаких скорбей, мы незаслуженно страдаем, а второй говорил, достойный по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во царстве твоем, и вот именно этот разбойник, он вошел в рай, ему сказано, ныне же будешь со мною в раю, и все человечество, оно подобно этим двум разбойникам, только одни ропщут, одни говорят, вот Господи, спаси меня, не хочу я страдать, мучиться, я все это не заслужил, а если ты меня не спасаешь, то может быть тебя, Господи, вообще нет, то есть вот такой вот ропот, отчаяние, богоотвержение идет, и они подобны вот этому вот нечестивому разбойнику, а нужно принять вот сторону именно благоразумного разбойника, который говорил, достойный по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во царстве твоем, и святитель Игнатий, он как советует, что если постигает тебя какая-то скорбь, болезнь, или состояние каких-то вот этих притеснений, то ты произноси от всего сердца, достойный по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во царстве твоем, или даже ходи и произноси, вот слава тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Господи, слава тебе, и потихоньку мир и тишина вернется в твое сердце, то есть на самом деле это все тоже вот попускается Господом ради искоренения наших страстей, и святитель Игнатий, он о себе так говорил, что ну, это он делился с близкими людьми, и потом это вот становится уже общим таким достоянием нашим, что говорит, когда я вот молился так, да, и молился в том числе за врагов моих с любовью и смирением, то враг, который пылал ко мне ненавистью и дышал вот злобой, хотел моего уничтожения, то он показался мне, его лицо показалось мне в моих глазах как лицо ангела, то есть я смотрел на него вот не как на врага, да, как на того, кто, ну, предо мной чист, свят, а почему так? Потому что собственная душа человека, который молится с любовью о враге, она уже преображается, да, и мы начинаем по-другому смотреть, и тогда мы выходим из-под власти зла. Когда зло побеждает? Когда оно входит внутрь нас, когда мы сами озлобляемся, и о таких людях говорят, что они копят зло в себе, если они в себе копят зло, да, то они сами становятся вместилищем зла, отвечают местью на чужие какие-то несправедливости, злопамятностью тоже на чужие проступки, и ты носишь зло в себе, а когда освобождаешься, то даже на врага смотришь с любовью, ну, а если в высотах, которых достиг святитель Игнатий, то он вообще смотрел на врага так, что лицо врага показалось ему как лицо ангела, и он с такой вот любовью и чистотой смотрел на него, потому что молился Господу и считал себя достойным всевозможных несправедливостей, и вот этот вот путь святителя Игнатия, это путь внутренней молитвы, молитва Иисусова, и святитель считал, что молитва Иисусова это божественное на самом деле установление, потому что Господь на тайной вечере говорил, что вот вы еще не просили, но не просили ничего, во имя мое просите и дам вам, то есть моление с прошением именем Христовым, оно основано на Евангелии, именем моим будут изгонять бесов, да, там будут, ну и другие там чудеса сказанные, брать змеи, если что, смертные выпьют, не повредит им, на недолжных руки возложат и здравы будут и так далее, но именем Христовым совершаются чудеса, основание этому положено в Евангелии, и вот имя Христово оно дано нам для моления, и оно заключено в молитве Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и он объяснял, что вначале надо хотя бы произносить немножко вслух, чтобы телесная молитва шла, чтобы ты привык к ней своими устами произносить, даже про себя, но все равно языком произносишь молитву, и самое главное правило, он говорил так, что это принцип преподобного Иоанна Лесвичника, заключать ум в слова молитвы, чтобы ум не гулял туда и сюда, ничего не воображать, потому что если ты начинаешь что-то воображать, это уже твоя личная фантазия, и это путь к прелести, а в молитве нужно всецело заключиться на самой молитве и на смысле, который вложен в молитву, то есть ум заключать в слова молитвы, потом потихонечку ум привыкает, и затем из устной устной молитвы она переходит в молитву умную, это когда уже ум обретает некий навык моления именем Христовым, а сердце должно сочувствовать, и сочувствовать как? Это покаянные чувства, это чувство, ощущение нашей греховности, что мы больные, ну, в духовном смысле, мы действительно страждем, если на себя со стороны посмотреть вот так, как мы в течение дня проводим свой день, сколько у нас всего вот нечистого, скверного, греховного, злого появляется в душе, и это все болезнь, даже когда мы, ну, духовная болезнь имеется в виду, душа поражена грехом, даже когда мы не хотим подчиняться каким-то мыслям, не хотим гордиться, не хотим завидовать, все равно прорывается и как-то внутри возникает как некий бурный какой-то вот поток пламени там или чего еще, и проявление нашей духовной болезни, а мы обращаемся ко Христу как к врачу, как к целителю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и вот сердце проникает такими чувствами покаянными, а потом уже, говорит, это вот действие благодати Божьей, когда молитва, ну, точнее, Господь своей благодатью начинает исцелять человека, и тогда молитва становится как бы своей уже, она настолько усваивается человеку, что ум и сердце его объединяются, что ум не гуляет мыслями куда-то, и сердце тоже, ощущения, чувства сердца, они привязаны к молитве, и наступает восстановление естества человека, при котором и молитва исходит из глубин человеческого существа, а потом Господь даже может подать благодатную молитву, как молитву, такую самодвижную, но об этом мы уже не можем, конечно, мечтать. Наше дело просто не забывать вообще о молении именем Господа Иисуса Христа. Святитель Игнатий, он на что обращал внимание, что вот наш ум не бывает без мыслей, а обычно какие, это вот как сорняки какие-то, поэтому духовная жизнь это как выпалывание вот этих сорняков, да, чтобы не было никаких скверных мыслей, а поскольку ум не может оставаться без какого-то занятия, ему нужно как раз привить молитву Иисусова, ну или другие какие-то краткие молитвы, молитвы мы таря, Божья милости в буди мне грешны, или равнозначный ей, Боже, очисти меня грешного, или какие-то другие короткие молитвы, они в принципе все известны, Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси нас, или Владычица моя, Пресвятая Богородица, Царица Небесная, спаси меня грешного, или Ангелу-хранителю, Святый Ангелий Божий, Хранителю мой, моли Бога о мне. И вот это вот тот путь, на котором ум человека навыкает духовному, и в нем искореняется зло. И святитель Игнатий, вот его как раз в чем духовная ценность, то, что он смог воспринять святоотеческий опыт молитвы и внутреннего делания, и адаптировав для современного христианина, уже предлагает нам. И он не одобрял, например, какие-то психофизические упражнения, вот как в добротолюбии некоторые очень возвышенные такие святые отцы, они предлагали некую технику, так, чтобы искать вот место сердечное, и как сосредоточиться правильно, чтобы молитва сама сошла в сердце. Святитель Игнатий считает, что вот не нужно в это вдаваться, иначе ты можешь просто сбиться с пути, не понимая, о чем идет речь. Поэтому молитва, она должна основываться на очень простом и ясном методе, то есть заключай ум в слова молитвы, а сердце пусть старается сочувствовать молитве. И остерегайся двух ошибок. Прежде всего, это яркое воображение во время молитвы, когда некоторые люди начинают воображать и Господа, вот Божию Матерь, ангелов-хранителей, рай, и рисуют у себя какие-то вот картинки во время молитвы, а на самом деле это вот просто вот эти картинки, это стена, которая заслоняет от нас духовный мир, и поэтому нужно стремиться очищать молитву от внешних образов. Иначе получится просто путь католического вот этого подвижника Игнатия Лайолы, который, по словам святителя Игнатия Бринчанинова, находился в прелести, который едва захотел, он мог представить в себе целые такие картины рая, как там, что происходит, а это всего лишь действия нашего человеческого воображения. И второе, чего следует остерегаться, это действия нашего греховного я, как говорит святитель Игнатий, действия мнения, когда человек мнит о себе, что он достиг уже определенных духовных высот, вот я то выполнил, это выполнил, еще вот здесь вот значит потрудился, и вот я все выше-выше, и другие люди начинают умаляться нашим взором. Поэтому, если ты замечаешь это за собой, то сразу понимаешь, что ты уже летишь в пропасть, потому что вот это вот действие мнения, гордыня, это значит, что ты увлекаешься вслед за дьяволом, который возомнил себя равным божеству. И вот, братья и сестры, если мы хотим утверждаться в основах духовной жизни, мы, конечно, должны читать творения святителя Игнатия, и он как раз писал вот в этот скорбный период, ну, в разное время писал, но как раз вот находясь в Троице Сергиеве Пустыни, когда вокруг вот этого моря чужих страстей бушевало, и когда приходилось очень много смиряться ему, то тогда и посещало его божественное вдохновение, и он писал свои сочинения. А издавать ему запрещали, все время кто-то чинил препятствия, или так искажали редактуру, что смысл просто терялся. А сам святитель Игнатий, он никогда не гонялся за этой славой писателя. Писал, потом старался все это выверять еще, а издал все это уже на самом деле ближе к своей смерти. И каким-то чудом, братья и сестры, святитель Игнатий был призван и к епископству, чего сам он, конечно, не искал, но были те архиереи, которые его уже очень почитали и в Синоде почитали. В общем-то, святитель Филарет Московский, он заранее уже знал, что будет все-таки возведен святитель Игнатий и его епископы, хотя он не учился в духовной академии какой-то, не получил ученой степени академии, но достоинства его высокие, духовные, и умение организовывать жизнь монастырскую повлекли за собой то, что его действительно избрали во епископы в 1857 году, когда ему было уже 50 лет, и направили его куда? Это город Ставрополь, это Кавказская Черноморская епархия, поэтому его иногда поминают, как святитель Игнатий Кавказский, иногда пишет Игнатий Ставропольский, и туда действительно он направился, и что там? Там получилось, что опять-таки содержания практически нет, средств у него не было для переезда в епархию, монахи кто куда разбредаются, не общий трапеза, не общего устава, и святителю Игнатию пришлось с нуля опять все это восстанавливать, упорядочивать и восстанавливать здание духовной семинарии Ставропольской. Там интересно сохранилась его рекомендация в журнале Ставропольской духовной семинарии, где он пишет, что надо исключить наказание розгами, наказание дранием волос, чтобы таким образом не наказывали учащихся, потому что говорит, что если телесные наказания употребляются, то человеческое достоинство оно терпит нравственный ущерб, причем в лице воспитателя того, кто наказывает, человеческое достоинство терпит ущерб намного больше, чем в лице наказуемого. То есть святитель Игнатий сам считал, хотя он прошел в детстве через вот такие строгие наказания, он считал, что лучше не употреблять этих крайних мер, а и родитель для детей своих, и воспитатель для воспитываемых, он должен быть нравственным авторитетом. Вот если есть у тебя нравственный авторитет, то тебя будут слушаться и дети, и воспитанники, и ученики, и другие люди, их тут не надо никаких телесных, чрезвычайных мер наказующих принимать, и не выходить из себя. Вот он еще этот часто давал совет, не выходить из себя и в состоянии гнева не принимать никаких решений, потому что час гнева есть час безумия человека, и решение, которое ты принял в состоянии гнева, это будут решения безумные. Поэтому, если тебя вот сейчас охватил гнев, раздражение, все внутри полыхает, просто вот не принимай никаких решений в эти минуты. Вообще, может быть, отложи на другой день, и уже когда будешь в здравом, трезвом уме, тогда примешь это решение. А как только замечаешь, что ты в состоянии гнева, ты вышел из себя, все, ни одного решения пусть не принимается. Вот святитель Игнатий Брянчанинов дает нам такой совет, и Ставропольскую епархию он подымал, и укреплял, и, в общем-то, и монашество там тоже, естественно, подымалось, и всего лишь несколько лет он провел там. Понятно, что заслуги святителя Игнатия не в том, что он занял статус епископа, а в том, что он делился вот этим сокровищем святоотеческого наследия, которое он сам воспринял, и в своих книгах он пишет то, что лично исполнил. Но он иногда участвовал, конечно, мы уже завершаем, конечно, в таких вот публичных дискуссиях, когда приблизилось освобождение крестьян от крепостной зависимости, 1861 год, и, значит, много писалось об этом, то святитель Игнатий говорил, да, это, конечно, все хорошо, но надо понять, что подлинная свобода, она обретается только во Христе, когда человек освобождается от грехов и страстей. А вот в общественно-политической, ну, вообще, внутри государственной жизни полная свобода невозможна, а может быть, даже и вредна. И действительно, ведь где-то там местами потом погромы прошлись, а где-то перестали работать, подумали, что, ну, свобода, все, можно ничего не делать, и в итоге, значит, поля даже кое-где пустовали. И поэтому святитель Игнатий говорил, что да, социальная свобода это хорошо, но христианин должен стремиться прежде всего к внутренней, сердечной свободе, которая достигается путем духовного подвига и борьбы с грехом. А Христос, Он подает нам подлинную свободу. И, конечно, прошло вот несколько лет, и там из-за того, что, ну, немножко не поладили с князем Баритинским, тот хотел основать вот православную миссию на Кавказе, но чтобы она подчинялась именно князю, а не епископу, то из-за этого тоже некоторое недопонимание, потому что святитель Игнатий считал, что миссия должна все-таки архиерею подчиняться, так как это все-таки именно распространение православной веры, и пришлось ему писать прошение на покой, и на покой он попадает как раз вот в тот монастырь, который и хотел попасть Никола Бабаевский, монастырь Ярославской губернии. Он как-то там проводил большой такой длительный отпуск, когда у него здоровье, еще будучи архимандритом, расстроилось, он получил отпуск 11 месяцев, и жил там, и этот монастырь, который и в плане природы, и климата очень благоприятный, и в плане уединения, и для молитвы его такой вот, внутренне созерцательной молитвы, тоже очень способствовал. И святитель Игнатий настолько обрадовался, когда его именно туда направили, то он писал, что как будто мой ангел-хранитель продиктовал синоду указ о моем туда назначении. И вот там он проводит последние 6 лет своей жизни, уже никто его не донимает, не мучает, не терзает. Ну, видимо, надо было пройти через свою Голгофу, перед смертью, некоторый такой покой, когда он подготовил уже сочинения свои к изданию полностью. И люди, конечно, приходили к нему за советом, за наставлением. В принципе, он делился советом и пребывал в такой вот молитве. А его келеник, в будущем он стал иеромонахом, отец Василий, он рассказывал, какой добротой отличался святитель Игнатий. Вот этот вот келеник Василий, он проводил занятия с мальчиками, обучал их, арифметики, грамматики, там еще какие-то занятия. Потом не сдержался, и как-то вышел из себя и ударил рукой одного из мальчиков. Ну, потом совесть его мучила, он пошел к владыке, к святителю Игнатию и говорит, что вот я вот так поступил. А тот ему отвечает, а ты ударь меня. Ну, нет, владыка, я не могу так поступить. Но если ты меня не можешь ударить, то и мальчика не бей, ведь и в нем тоже образ Божий. И святитель Игнатий, он в это время являл такую удивительную доброту, любовь к людям, отзывчивость. И мягкость характера его тоже отличала в этот период. Уже вот перед самой смертью сам святитель Игнатий сделал своему келейнику земной поклон и сказал, прости меня, Васенька. То есть, такое смирение уже было ангельское и ангельская любовь у святителя Игнатия. В 1867 году на Пасху он отслужил последний раз, здоровье его было очень и очень пошатнувшимся. Потом он пребывал уже в молитве у себя в келье. И 30 апреля, это по юлианскому календарю, 1867 год, это была неделя Жон Мироносец. Кстати, в неделе Жон Мироносец еще вспоминаются Иосиф Римофейский и Никодим праведный, которые приняли тело Христова, снимая с креста, и не побоялись у Пилата просить тело Христово. То есть, люди, которые вот именно при кресте Христовом, да, находились в самой скорбной минуте, можно сказать, когда смерть Господа и вот снятие со креста. И вот святитель Игнатий, он именно в этот день, когда эти святые вспоминаются, он переходит в вечность, пройдя свой жизненный путь, как Голгофу определенную. И причем Келеник застал его с молитвословом в руках. То есть, он молился и во время молитвы перешел вечную жизнь. И оказалось, что совсем не оставил никакого он состояния. Всего лишь 14 копеек у него было на момент смерти осталось. Понятно, копейки тогда были побольше, чем сейчас. А дело в том, что за день до этого он 75 рублей отдал крестьянину который потерял лошадь. Вот чтобы помочь крестьянину отдал эти деньги и сам не будучи привязан ни к чему земному. И вот так вот он перешел в вечности. Были потом вот случаи, когда он являлся своим ученикам в видениях. Его созерцали как что он в небесной славе. Подробно мы не будем об этом пересказывать. Просто скажем, что святитель Игнатий он несомненно пред Господом в славе божественной предстоит. И, конечно, святые отцы они все очень разные. Есть вот те, которые вот целители, да, и к мощам, к которым идут как к целителям. Есть те, которые просвещали целые народы, уезжая куда-то, да, равнопостольные. А есть вот святитель Игнатий, который драгоценную жемчужину сохранил для нас. Это святоотеческое наследие. Опыт святых отцов, которые молились внутренней молитвой и раскрывали самую сущность христианской жизни. Поэтому, конечно, читать святителя Игнатия Бринчанинова, обращаться к его наследию, конечно же, мы обязаны, потому что через это мы приобщаемся удивительно сокровищницы православной церкви, церкви, живущей духом святым. Вот, братья и сестры, таков святитель Игнатий, такова ценность его сочинений. Конечно, мы чуть-чуть совершенно затронули его наследие, но будем надеяться, что каждый все-таки возьмет хотя бы что-то из святителя Игнатия, время от времени будет обращаться к его сочинениям и черпать оттуда духовную пользу. Святитель Лечи Игнатий, моли Бога о нас. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Игнатий,